Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Путь» о православии и о нашей жизни. В студии автор и ведущая, журналист Белла Засецкая в крещении Мария. Готовясь к нашей программе, мы решили, что, наверное, нет более подходящего времени, нежели чем сейчас, во время Великого Поста, для беседы на очень важную и очень актуальную тему. Тема – духовная жизнь. В студии у нас сегодня игумен Феодосий Нестеров, настоятель прихода храма Александра Невского по дворе Артемия Вергольского монастыря. Здравствуйте, батюшка! Я очень рада приветствовать вас в нашей студии. Благословите очень! Благослови Господи, батюшка! Батюшка, вот замечено, что когда звучит словосочетание «духовная жизнь», у некоторых, как говорится, скулы сводят от скуки. Не потому ли это происходит, что… Вот бывает, что в нашей повседневной жизни те или иные понятия от частого его употребления теряют некий свой смысл. А поскольку это словосочетание мы слышим столь часто и из уст чиновников, учителей, заморских проповедников, самых разных людей, то истинный его смысл, он несколько утрачен. Я предлагаю вот в нашей сегодняшней программе вернуть смысл этим словам, этому глубокому понятию, поговорить на эту тему. И прежде всего, может быть, вот такой вопрос. Насколько вот дождественны в православном понимании понятия духовной жизни и нравственности, культуры, интеллектуального уровня человека? Или же мы по-другому поднимаем этот вопрос? Эти темы волнуют многих людей, и слышим их действительно часто. Но смысл, бывает, ускользает. И вот мы, священнослужители, вроде бы призваны непосредственно, естественно, заниматься тем, что называть духовной жизнью, не быть в этом, может быть, примером некоторым, в какой-то степени хотя бы для людей светских. Наша мысль, наверное, должна обратиться к наследству, к преданию, то, как понимали это до нас, и что мы можем воспринять сами. Своими словами, может быть, я бы попытался сказать, что духовная жизнь начинается тогда, когда человек осознает себя несостоятельным, он осознает свое страстное, немощное положение и ищет выхода. Неизбежно приходит к обращению тому, кто его создает, кто выше, что же мне делать. Я не хочу оставаться в этом бедственном положении. Я недоволен собой, я болею. А то, что каждый из нас болеет, это знает любой человек, но не каждый признается в этом. Чем болеем? Искажением всех наших внутренних, так сказать, сил. То, что называют в нашей традиции страстью. И вот человек начинает искать, если вот сослаться на наши духовные авторитеты, например, для современного человека, игумен Никон Воробьев, очень известное имя для верующих. Работа духовная начинается сознательной решимостью исполнить волю Божию всем составом своего естества. Когда Господь видит, что человек очищает себя и смиряется, то облегчает его труд, утешает. Мысль затронута Словом Божиим. Вот то, что... Это некоторые звучат слова, фразы. Не всегда нам это все удобно слышать и воспринимать. Начинается, конечно, для человека некий культурный уровень. Он развивает свои чувства в детстве, читает литературу, смотрит произведения искусства. Но без, наверное, без развития душевных сил человек не может полноценно раскрыть свои дарования. Конечно, подлинное духовное состояние не исчерпывается далеко. То, что мы называем душевностью, культурой и образованностью. Это некое основание. Если человек дальше этого не открывает двери, то духовную жизнь он не узнает. К сожалению, духовная жизнь для нас весьма-таки непонятна. Потому что она всегда сопряжена все-таки с подвигом человека. С усилием внутренним, с надрывом таким некоторым внутренним, с самопожертвованием. Потому что надо лечиться, исправлять себя. Это больно. И делать не очень-то хочется. Но по-другому человек будет, кстати, унывать, не быть совершенно неудовлетворенным собой. И делать не хочется. И оставаться в этом положении тоже тяжело. Тяжко, скучно, тяжело. Вот как бы хотелось наметки такие, может быть, легкие сделать. Батюшка, ну вот когда мы произносим это словосочетание «духовная жизнь», понятно, что акцент духовная. И сам корень «дух» присутствует в этом слове. Если говорить о том, что же такое «дух» в православной антропологии, в православном понимании, как устроен человек. К сожалению, многие из нас больше знают о том, как устроен человек в соответствии с какими-то восточными или эзотерическими практиками, когда мы представляем некую ауру, некие чакры, биополя, ну это вот мы очень все хорошо изучили. Ну а о православном устроении, вот несколько слов скажите, пожалуйста, как понимает православие устроение человека? Да, конечно, написано немало про христианскую антропологию, учение о человеке в нашем предании. Очень интересно это раскрывается в неправославных учениях, всегда так ярко, вроде бы, красочно, много энергии, картина такая разнообразная получается. А если будем читать христианское предание святых отцов, то там есть недосказанность такая. Но в основе все-таки некоторые понятия обозначить мы можем и сказать. Из Священного Писания мы знаем, что душа человека любимое творение Божие. Если человек приобретет весь мир, а души своей повредит, то какая ему польза Господь говорит в Евангелии. Мы также узнаем, что душа есть и у других членов животного мира, у неразумных, например, бессловесных творений. Узнаем, что выделяют некие три силы в душе, хотя душа это существо простое, неделимое, но силы души все-таки выделяются там. мыслительная, познавательная, разумная сила, сила, которую мы называем желанием или отчасти воля человека, пожелание, вожделевание. И то, что эмоции, раздражение, переживание, значит, третья такая сфера души, об этом и научная психология будет говорить. Но душа по-простому может быть это я сам, это та личность, которую мы себя осознаем. Мы говорим моя голова, моя рука, мое тело, вот чье мое, вот это глубина этой личности, это я сам, которому тело дано как инструмент раскрытия своих дарований, талантов, взаимодействия с миром. Ну и дух, душа, тело, мы слышим иногда ум, чувство, воле или три силы души, ум, слово и дух. Много таких разных определений, слово дух появляется, своими словами можно сказать, что дух это самое высшее проявление внутренней деятельности человека, то через, воспринимает через что взаимоотношения с Богом. душа может быть порочной, растленной, а дух может стремиться к правде, и человек стремится к покаянию. Дух быстро меняется у человека. Сегодня у человека темный дух такой, мрачный, озлобленный, а завтра он устремился к чистоте, как-то внутренний порыв произвел. А душа, конечно, меняется более медленно, долго, исцеляется от своих порочных наклонностей. Но про это, конечно, написано много страниц, и есть вполне определенное христианское учение о устроении человека. Насколько я понимаю, средоточен духовной жизни человека является его душа или сердце. И об этом мы часто читаем, слышим в церкви, читаем в священном писании, в псалтыре, и о том, что чистое сердце просим «Созрежьте во мне Боже», чистое сердцем Бога узрят, блаженный, чистый сердцем, сердцем и радуемся, и печаливаемся, и в сердце, как пишет Достоевский, борется с Богом дьявол. То есть это место средоточия духовной жизни. А вот как узнать о том, каким образом в человеке, во мне протекает духовная жизнь, и каким образом узнать о своей духовности, и больше узнать, больше понять. Да, прекрасные слова о сердце человека. Много пословиц, мы можем вспомнить. Сердце чувствует, сердце вздрагивает, сердце колет, сердце любит. Проблема человека в разделении сил, мыслительная сила, так сказать, то, как отцы говорят, не соединяйся с сердцем. Силы человека разрознены, желательная сила, воля, мысль и внутренний мир, чувств. Действительно, в сердце мы находим ту глубину. В Евангелии слышим такие слова, из сердца исходят помышления злые, убийства, любодеяния. воровство, предательство. Вот все, например, из сердца же у человека исходят самые глубокие его добрые побуждения, неизъяснимые. Эти вещи до конца не определены, как это рождается в глубине духа человеческого. Почему один человек так поступит, а другой совершенно другого? В одной и той же ситуации такая глубокая тайна. внутренней жизни человека. О сердце много сказано, как о средоточии внутренних сил, об очищении сердца, о его восприятии Бога. Бога. А духовная жизнь начинается с первой ступени, можно сказать, когда человек осознает нищету, то, что мы слышим, блаженные нищие духом. Это те, которые наконец-таки осознали, что дальше делать. нищета духовная это когда человек не присваивает себе своих дарований, талантов. Таланты же у каждого есть, добродетели, способности. Но человек-то видит, что без Бога, он дезориентирован, он не знает, что делать, ему неинтересно творить свою волю. Вот снова из отца Никона прочитаем, когда начинается духовный путь. «Нашему времени дан подвиг сознавать грехи и бессилия, каяться в них и терпеть без ропота все, что Господь попустит». Например, много мы можем слов найти. Это не означает, что человек стал бесталантным, бесцветным. У него все это есть. Но вот начало духовной жизни это все-таки попытка согласовать свои намерения и пожелания. Что же Господь от меня хочет? Что ему от меня нужно? Как трудно согласовать свою волю с волей Творца? А надо, иначе ничего не получается, рассыпается. Господь обязательно даст человеку ситуации, когда наша собственная воля, не освященная волей Бога потерпит поражение. Мы построим много замков, делаем много дел, но они могут рассыпаться, если мы не станем на прочном духовном основании. Может быть, насколько это понятно? святые отцы говорят о существовании второй стороны духовности. Если речь идет о духовности, о духовной жизни, то она может быть как позитивной, так и негативной. В частности, если говорить словами Авадорофея, он говорит о трех столпах мирской духовности. И стоит она, по его мнению, на сластолюбии, сребролюбии и славолюбии. То есть это тоже некая духовность, но она характеризуется такими вещами, которые, насколько я понимаю, очень далеки от истинной духовности. И у каждого человека есть совершенно свободная возможность выбирать между той и иной духовностью. И по сути речь идет о том, живет ли по совести человек или голос совести он не слышит. Вот каким образом человек может сделать все-таки правильный выбор? Что ему может помочь в этом правильном выборе? Да, словом духовность мы можем обозначить разные явления. Духовность подразумевает также и низменное состояние человека. Все это, если в этом смысле понимать, неправильное направление его сил, души. Можно полюбить славу мирскую, можно желать богатств этого мира, можно желать наслаждений плотских, там, душевных, так сказать, вот, понятных. но эти же силы человека, желания, воли, разум, в чем вот разница между такой псевдо-духовностью, потому что это вещи тоже такие невидимые могут быть, ведь состояние ненависти, оно нематериальное, ведь духовное состояние, это может быть и затемненное такое направление озлобленности, состояние нетерпимости какого-то человека, и в то же время силы, желания, воли, ума, человек может искать славу Божией, тоже славу, только славу Божией, искать даров, тоже даров, только даров Духа, любовь, радость, мир, долго терпение, для кого-то простые слова, ничего не значащие может быть, а для того, кто это начал переживать, это уже совершенно реальность, может желать исполнения не своей воли уже искаженной, а искать волю Божию, и все равно человек ищет, вожделевает, только разные направления, поэтому враг рода человеческого, он что он делает, он искажает наши естественные силы, умного сделать лукавым, мужественного сделать жестоким, доброго сделать сластолюбивым, условно говоря, то есть те таланты, которые у нас есть, заложены в нас от родителей доброй наклонности, исказить, извратить их и направить к пороку, и чем человек ранний, раньше, в более раннем возрасте начинает понимать себя, что в нем все-таки доброго заложено, а что же в нем тянет козлу, развращает его в внутренний мир, тем более человек осмысленно начинает взыскательнее к себе относится, не удовлетворяется, вступает все-таки на путь противостояния дурным наклонностям своим, а когда вступает на путь, понимает, что самому-то трудно, ничего сделать не может, исправить себя не может, каждый из нас там наборолся с собой, отчаянно, может быть, если еще не боролся, то это ненормально, естественно, состояние, когда человек недоволен собой, пытается бороться со своими дурными побуждениями, но видит, что ох, как трудно, легче исправлять кого-то другого, говорить, воспитывать кого-то другого, это было известно и древним людям, конечно же, и вот тут-то основа духовной жизни, человек ощущает нужду в том, кто может помочь ему в этом деле таком трудном, пока он не ощутил нужду спасения вот в этом, он еще, значит, мало поработал, мало потрудился, не познал себя, а когда вот как раз начинает это все реализовывать, аскетическую жизнь, своими словами, тогда без креста ему ничего уже не сделать вот, все это сопряжено с борьбой, с усилиями, а при том, что мы ищем легкого пути, а мы еще гордые, то трудно человеку современному вступить на такой путь, и он всячески оправдывает, что церковь не та, батюшки не те, кто угодно не тот, весь мир не тот, простое очень положение. Батюшка, предположим, вот человек, вот я начинаю ходить в храм, исповедоваться, причащаться, свечи ставить, является ли это началом духовной жизни и некой гарантии, что духовная жизнь потекла по верному руслу, что все, теперь я на верном спасительном пути, или здесь тоже есть свои подводные камни, как говорится? Вопрос правильный, да. Наверное, так вот хочется сказать, без встречи, без осуществления действий, которые помогут человеку, все зависит от нашего духа, если мы с чистым сердцем, открытым, ну, чистое оно у нас, вряд ли так может быть, с открытым сердцем, с таким доверием, приходим в Дом Божий и честно, откровенно, с доверием обращаемся к Богу, конечно, мы будем получать то, что нам необходимо. Главное, чтобы не было самообмана, лукавого устроения, такого двойственного, на двух стульях, и греху поработать, мы так, мы так и все, мы не хотим, конечно, до конца решимости это у нас мало, порвать с греховым, мучительный он нам, как вторая натура, с одной стороны, он услаждает нас так вот, а хочется изменить это положение дел, поэтому, чем решительнее человек наступает на свою грехованную, так сказать, вот эту часть ветхого человека, поэтому он получит в храме, просто зайдет в храм первую минуту, но дальше, надо идти дальше, и духовная жизнь может быть заморожена, начаться самообман, я нашел какую-то нишу, я уже приступил к таинству, я верующий христианин, уже и пощусь, и причащаюсь, но это можно делать действенно, а можно делать формально, не действенно, тогда человек даже в осуждении может оказаться, что он врет, лукавит, Богу врать нельзя, поэтому вот это самое трудное, искреннее, честное отношение к самому себе, Богу доверять, научиться, открываться, тогда будем получать, конечно, Господь сразу же готов человеку дать, в ту же секунду, но мы закрываемся, врем, поэтому вот тут, конечно, человек может находиться то так, то так, где-то он сделал шаги, потом опять закис, заснул, Господь его через обстоятельства немножко встряхивает, заснул ты, ревность утрачена, леность появилась такая духовная, это мы все переживаем, потому подвиг постоянно от человека нужно напряжение, когда говорят христианство, это такая система для слабых, это совершенно не следующее утверждение, аскетическая жизнь предполагает великое мужество человека, великое самоотречение, и тогда будешь получать то, что нужно от Бога, но здесь с другой стороны ничего сверхъестественного от нас не требует Господь, только вот делай шаг за шагом, сегодня один шаг, завтра другой, по своим силам, но ты делай их, делай эти шаги, чтобы не было, так сказать, одной формы, Господь строго обличил, так сказать, ветхозаветное священство, правильное, православное, какие страшные слова обличения, гробы побеленные, полные костей, нечистоты, формально соблюдали действия, богослужения приступали, а внутри ужас, что вот. Батюшка, ну вот общаясь с некоторыми людьми, слышишь от них вот следующие вещи, что получится ли у меня вообще жить этой духовной жизнью, вот исполнение этих заповедей, но это же ведь так сложно, исполнить заповеди, вот особенно, когда речь идет о том, чтобы подставить правую щеку, если тебя ударили, вот, и, скажем, некоторые родители так размышляют, каким образом можно воспитывать своего ребенка в таком духи, ведь его в школе заклюют, собственно говоря, если мы будем вот так вот его как по-христиански воспитывать. Вот некий стереотип восприятия, наверное, вот этих вещей. Да, конечно, у нас в массовом представлении бывают совершенно неверные знания, так сказать, понимания, что такое христианское смирение, там, подвиги, вообще, заповеди Божии. Если человек заповеди Божии не начнет исполнять, он будет в тоске, в печали, сердце его будет искать, он не будет никогда удовлетворен. Это уже древние знали. А цель, так сказать, христианского воспитания подготовить человека к встрече с миром, с миром самым разным, сохранить свою душу, сердце. Когда человека крестят, он называется воином Христовым. Не уберечь человека от проявления зла, а быть вооруженным, сказать, потому что без креста, без подвига, без несения креста человеку ничего не откроется. родители, которые пытаются лишить своих детей трудов и испытаний, обкрадывают их, делают очень неправильно. Они толкают на опасный путь. Они не готовят их к встрече с миром. Поэтому заповеди Господь дал такие, которые мы можем пробовать исполнять, можем пытаться их исполнять. они не имеют конца. Но если мы по этим заповням не будем стараться жить, наша жизнь обречена на печальное существование, мы не будем обладать, не узнаем этой тайны. Для нас вечная жизнь бессмертная останется посторонним, ненужным. благо, которое Бог дает человеку останется для нас неинтересным, непонятным. Поэтому все это отражено в Евангелии, прежде всего, в Новом Завете. Что Господь хочет от человека, что такое прощение, как это правильно понимать, что такое смирение, как вступить на этот путь. Одним словом, среди массового сознания, искажено на такое карикатурное представление имеется, потому что исполнение заповедей Божьих делает человека сильным, здоровым, радостным, радостным, обладающим такими сокровищами, как и не снились никому, кто и теку не обладает. Но этот, если опыта у человека нет, тогда он ничего и не узнает, не поймет, не будет пробовать вступать на этот путь и шагов не сделает, значит, и не откроется ему это все. Поэтому только такое правильное представление, когда родители сами не на словах, а на деле занимаются воспитанием своего сердца, духа, тогда они детям могут показать добрый пример не словами, а своей жизнью и подготовить встречи с большой такой жизнью, где будут очень разные люди, разные силы и человек сможет выбирать «Господи, я хочу добра!» А для этого нужно внутреннюю силу очень большую собирать и воспитывать. Добро, оно требует большой силы. это все очень карикатурные представления, когда о христианстве говорится в таких вот и правильно понимать слова там, где говорится подставить другую щеку, о чем это говорится, надо священописание с толкованиями изучать, с толкованием святых отцов, чтобы это все было для человека под побуждением к действию. Человек призывается к войне, к войне, с кем, с чем воевать. Постол Павел нам ясно, внятно говорит, наша война не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной. А без войны человеку не увидеть света Божьего, не хочет воевать, значит, не встретиться с правдой, с кем воевать, со злом, со злом воевать в своем сердце. И это требует от человека подвига, конечно, снова говорим. Поэтому такой выбор жесткий или идти на эту войну, или терпеть полное поражение и полное расстройство и разорение. Какое бессилие, тут огромная сила должна быть. И вот это и воспитывается в христианских семьях, чтобы человек готовился к этой войне, к этому сражению со злом, войне за добро. И тогда Господь всегда с ним рядом и помогает ему, радуется, что чадо Божие борется, сопротивляется. Так что это для сильных вообще-то все. Спасибо. Батюшка, подытоживая наш разговор, такой вопрос. Как же идти путем духовного роста и совершенства? Как человек узнать? Часто даже верующие люди, живущие ни один год жизнью в покаянии они себя спрашивают, правильно ли я, куда я иду, правильно ли я там иду. Ответ сложный. Ты сам не узнаешь, какой критерий. Если мы объективно становимся лучше, мы больше видим своих немощей, мы больше видим своих болезней. Становишься чище, объективно развиваешься, вперед идешь, становишься все более смиреннее духом. Но смирение духа означает большую причастник радости. Радость приходит человеку. Радость. Понимаете, настоящая радость, когда человек смиряется. А смиряется он от трудов, от того, что в подвиге пребывает, видит Господь рядом. С ним получается. Это только опытом можно понять, человеку, пережить. никакими словами пока человек не потрудится, не начнет делать это. Ему хоть объясняют, побуждение будет, потом надо шаги свои делать. Поэтому объективно мы ощущаем себя хуже, более такими несостоятельными. Но просто мы лучше видим, острее и больше нуждаемся. духовно справляется в том, что человек потом без Бога ничего делать не хочет и не может. Он весь в нем начинает жить. Он пальцы не пошевелит без воли. Дух Святой начинает в нем действовать. Господь начинает в нем творить. А он отражает свет Христов. Станется великим, красивым. Но это Бог показывает себя. А мы себе не присваиваем. Мы с ним живем. Вот эта проблема современного человека эгоистическое состояние. Не хочет делиться человек с Христом. Не хочет пускать его жизнь. Это проблема дьявола. Я хочу быть один. Дай мне все. Я хочу свой мир создать без тебя. Не хочет принимать любви Божией на кресте, которую не оплачиваем, без платы, без отношений ты мне, я тебе, отношения отца и сына. Они всего человека требуют, всего дать. Не хочет человек. Оставь мне маленький уголочек свой. А Господь требует, хочет, приди в радость, приди весь, целиком. А мы не хотим. Проблема эгоистического устроения, горделивого состояния человека. Создать свой собственный мир. без без него и себя по-детски Христу расположить. Вот он я, Господи, делай со мной, а я буду терпеть. Терпеть придется много, но зато будет здорово, весело, радость будет. И это все христиане вообще-то знают, кто опытно трудится. Поэтому сколько бы ни говорили о духовной жизни, если мы по пути борьбы со своими страстями не будем подвизаться, мы будем все рядом стоять. Нам будет грустно, завидовать можем другим, а мы предлагаем из этой чаши пить всем вместе и познать, как благ Господь, как утешительно, как хорошо с ним быть, весело, хорошо и легко и очень утешительно для человека. Батюшка, я вас благодарю за участие в нашей программе и очень надеюсь, что наша встреча в этой студии продолжится. Дорогие друзья, мы в нашей программе постарались очертить некий круг вопросов, связанный с духовной жизнью человека. Все духовные произведения святых отцов православной церкви говорят об этом же. Наша программа выходит в день, который в церковной традиции связан с именем преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайской горы, который жил в VI веке, а его произведение Лествица вот уже 15 веков без малого является руководством к восхождению в духовной жизни для многих поколений христиан. Так что у каждого из нас есть возможность обратиться к этим источникам, к этим книгам. Как говорит замечательный профессор Алексей Ильич Осипов, жизнь человека с точки зрения космического времени длится 1-2 секунды. Как важно нам за этот короткий отрезок времени, именуемый человеческой жизнью, сделать правильный выбор. А он очень прост. В жизни сердца есть любовь, смерть его злоба, прежде всего на брата своего. Это слова нашего святого праведного Иоанна Конштадтского. Всего вам доброго, до свидания и до новых встреч. Всего доброго. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова